Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка И вот этому священнику Дано было узнать, что мелодия Есть воззвание людей к Богу А гармония – ответ Бога людям И, естественно, те, кто эту гармонию создавали, имели печать Бога на своем челе А как ныне? И что мы можем получить в ответ, когда наша музыка лишена не только мелодии высшей, но и гармонии в ней совершенно нет? Дикая, не той раз и абсолютно нам внушенная музыка А вот раньше, в золотые века, а вот тогда только и могла появиться, как прообраз, настоящая божественная музыка Звучит музыка Вспомнил, как повлияла поп-музыка и особенно Биэт, Битлз на нас И вот почему Прочитал у Платона Нужно избегать введения нового рода музыки Это поведвергает опасности все государство Так как изменение музыкального стиля Всегда сопровождается влиянием на важнейшие политические области Это факт И мы это видели на примере СССР Выводы делайте сами, так же, друзья Мы их не навязываем Отсюда и появление так называемых религиозных мантр и заклинаний Высокие и вдохновенные, часто повторяемые звуки вызывают совершенно определенные действия Благодаря которым появлялись определенные великие силы Сначала все было удивительно прекрасно и гармонично И под влиянием посвященных звуки стали создавать неожиданные прекрасные формы Но это было в основном золотые века, но после В редких и одиночных явлениях А все потому, что впоследствии этими силами и возможностями стали злоупотреблять для разрушительных целей В соответствии с общей и направленной деградацией Порой ныне, во время деградации и упадков в сравнении с золотыми веками Еще как чудо, как нечто необыкновенное Проявляются у неких высоких душ в их творчестве Это звучание высших космических сфер Это и Моцарт, и Гендель Его оратории возбуждают благоговение И оказывали всегда на душу хоть и кратковременное, но благоприятное влияние Но и у великого Генделя уже много формализма Формализм проник в наш мир сейчас, можно сказать, почти окончательно Что, естественно, не только тормозило уже тогда при Моцарте и Генделе Оригинальное мышление Но из самого этого уже ограниченного и слабого мышления исходило Результат закономерен Таков и Иоганн Себастьян Бах Величайший композитор всех времен Но и ему присуще все, что мы выше нашли у Генделя и находим и у Моцарта Время таково, и его плоды очевидны А вот Вагнер – это сложное явление в музыке Его музыка божественна Если у вас в душе главный бог Чернобог, то несомненно Его творчество пришлось на период странных постапокалиптических преобразований на Земле Мы их находим во второй половине девятнадцатого века Все заретушовано, прикрыто Это жуткое время Друзья, поверьте И еще когда-нибудь вы об этом, надеюсь, узнаете Высота Парсифаля в его высочайших нотах – это трагическая гениальность нашего духа Но было ли тут хоть какое-то намерение направить людей к высшему идеализму? Если деградация и замена расовая людей на Земле – прогресс и надежда, то да Даже не сомневайтесь Скорее тут уже тенденция к потере чувства меры и пропорции Это особо ярко проявилось в гениях музыки, таких как Скрябин, Рихард Штраус, Франк Дебюси и тем более Стравинский Дебюси особенно жалко, ибо он близок к гармонии более всех, но и его поразила желчь деградации и печали Какие времена такие нравы – известная формула Возможно, как и звук, так и слово – музыка первична То, что она может быть священна и сокровенна, и она предшествует материальной форме мира – это тоже факт Возможно, и правда, как говорил Герберт Хоун, музыка приводит нас к самому порогу божественного – к существу жизни Пойдем же вглубь истории и предания, друзья, и попробуем познать экзистенцию и прозревание звука в нашей жизни, в нашем космическом сознании Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первым по европейской традиции, идущей от древа древнего Египта, ну как упоминание тут Вот интересно, где он был этот, и был ли он в Северной Африке, или где-то в других, более северных областях Земли Гермес явственно выступает в роли божественного вестника Он нечто крадет и запечатывает, в переводе даже имя его означает «запечатывающий», некую энергию в материальном мире Гермес тут не служит никому, даже Богу, и он дает первый инструмент – семиструнную лиру Вероятно, это иллюзия, отображающая семисложные структуры физического мира Мы их уже разбирали, смотрите «Семь планов Духовной Солнечной Системы» на этом канале Это особая музыка Затем, как известно, лиру вручают Аполлону – Богу порядка и гармонии Богу, пришедшему с севера в мир развращенных богов эллинских На Олимп, пришедшего и там попытавшегося И, скорее всего, на какой-то период ему удалось навести там порядок Среди этих развращенных и уже сиборитствующих Не едбающих, а мир высоких энергетических существ Которых уже, можно сказать, по ошибке называли тогда богами Субтитры создавал DimaTorzok Что же произошло дальше? Почему даже великолепный Аполлон не удержал Олимп? Ответ прост И мы его найдем, например, в старых мифах Конечно, вспомните миф прежде всего о состязании Аполлона, игравшем на лире с сатиром Марсием Последний принадлежал к миру сиборитствующего Диониса Игравшим, кстати, на флейте Да, Аполлон вроде как победил, то есть порядок возобладал над беспорядком Аполлон даже победил затем и пана бога природы Такого козлоподобного с рожками Но это происходит в состязаниях, которые будто бы устраиваются по каким-то правилам В жизни же все происходит все по-другому По законам хаоса, испытания, постоянной проверки И кармических экзаменов А возьмите, например, индуизм Там то же самое В индийской троице Брахма олицетворяет свободную энергию А Шива – разрушение Ибо именно он, упорядочивая хаос в законаобразную деятельность И он уничтожает эту свободную энергию И потому и там, как и Аполлон стоит во главе Мус Так и Шива покровительствует искусством Подобное же видим и в древнем Египте Где бог тот, есть разум Произнесший слова, сотворившие мир Он – господин слов мощи и песец богов И тут обнаруживается связь его с музыкой Ибо среди его священных книг имеются будто бы две книги певца Заключаем, что практически все культуры мира утверждают Что в устроении Вселенной лежит на высшем уровне Именно эта борьба и выявление первичной энергии Проявленной в неком звуковом ряде Божественно вдохновенных сфер Но мир, к сожалению, не стоит на месте И испытания его не закончатся никогда Мы уже давно живем во времена после Орфеевского мифа Когда, как известно, наше человеческое любопытство И нетерпение, то есть несовершенство Положило конец совершенству Ну, когда-то там далеко-далеко В древности Золотого века Именно тогда божественная Лира Орфея В таких обстоятельствах Уступила свои жизненные силы Во благо интеллекта В итоге проиграли оба И это мы пожинаем в наши дни Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»